55 шедевров в честь 155-летия. В областной картинной галереи открылась выставка, посвященная юбилейной дате. В 1866 году в столице Верхней Волжи был открыт публичный музей. Среди многочисленных экспонатов в его экспозиции оказались полотна, положившие начало формированию коллекции главной пинокотеки Тверской области. История Тверской картинной галереи начинается в 1866 году. Именно тогда в губернии появился свой исторический музей, в экспозиции которого была и живопись. Правда, начиналось все вовсе не с первоклассных полотен. Собрание формировалось в спешке. Открытие, как всегда в нашей стране, решили приурочить к визиту важной особы. В данном случае – наследника престола. Это были случайные произведения. Музей на тот момент практически ничего не закупал, у него просто не было для этого самостоятельных денег. Иногда, если какие-то делались, в основном это были пожертвования по большей части от горожан, от религиозных организаций, от археиев, там часть каких-то значимых произведений поступала. Тем не менее, начало было положено. Постепенно Тверская пинокотека разрослась до той самой Тверской областной картинной галереи, в собрании которой теперь около 50 тысяч экспонатов и которые известны по всей России. Тем не менее, те самые первые полотна не забыты. В честь 155-летия открытия музея в Восточной башне Императорского дворца и решено было устроить специальную выставку, на которой представлено 55 произведений живописи 18-го – начала 20-го веков. Сама выставка разделена на три зоны. Вот здесь аристократия, в том числе и монаршие особы. Вот там справа от меня духовенство. Позади купечество, обычно Тверское, Ржевское купечество. Ну а здесь по центру обычные картины за моей спиной, какие могли висеть в домике Тверского мещанина где-нибудь в середине 19-го века. Среди наиболее заметных экспонатов – французская картина «Молодая женщина с черепом» Ванитас или, например, изображение Екатерины I. Большая редкость, потому как такие портреты тогда только начинали входить в жизнь русского общества. Портреты Екатерины I, при том, что там самодержится она была всего два года, то есть это как бы поддельно сужает время, там соответствующая надпись есть, современная ей. Вот он как раз памятник вот этого вот прихода такого светского, более европейского понимания значения портрета в быт региона. Среди всех этих работ практически абсолютное большинство не входит в постоянную экспозицию. Тем уникальнее эта выставка, благодаря которой можно понять, с чего начиналась Тверская картинная галерея, которая теперь является одной из визитных карточек Верхней Волжья. Субтитры создавал DimaTorzok